Пятнадцатое января. Представление и второе обретение святых мощей преподобного Серафима Саровского. Куда движется этот людской поток? В Дивеево. Кажется, вся Россия собралась здесь, чтобы поклониться великому святому земле русскому, Серафиму Саровскому. Тому Серафиму, что творил чудеса при жизни, исцеляя и пророчествуя. Тому Серафиму, который и сегодня помогает всем, кто обращается к нему с надеждой и чистым сердцем. Может быть, где-то там, в невидимом мире, он и сейчас молится за каждого из нас, как когда-то делал это в своей земной жизни. В келье преподобного Серафима всегда горело множество свечей. Каждая молитвы батюшки о спасении чьей-то души. Никогда не иссякал их огонь. На замечание, что от этого может случиться пожар, старец пророчески отвечал, «Пока я жив, этого не будет. А вот кончина моя откроется пожаром». Утром 15 января 1833 года многие из братьев Саровского монастыря почувствовали запах дыма. Выбежали и увидели огонь. Горела келья отца Серафима. Открыли дверь, начали тушить огонь, смотрят. Старец стоит на коленях перед иконою Царицы Небесной умиления, молитвенно сложив руки на груди. Подбежали к нему и увидели, что душа его уже отошла. Обретенные через 70 лет после кончины, мощи его находились в Успенском соборе Саровского монастыря. Во время революции, когда уничтожались все православные святыни, было решено изъять и останки преподобного Серафима. Узнав об этом, тамбовский архиепископ приказал иеромонаху Саровской пустыни Маркелину тайно вывести мощи и спрятаться с ними на Кавказе. Но монах отказался, сказав, «Я видел столько чудес от мощей Серафима, что уверен, преподобный и сейчас сам не дастся». Вскоре прибыли в обитель чекисты, изъяли мощи и, запечатав их в просфорный ящик, тайно вывезли в Москву. Каково же было изумление, когда в столице вскрыли этот ящик. Он был пуст. Никто не мог объяснить, что произошло и куда делись святые мощи. Казанский собор в Ленинграде долгие годы был музеем истории религии и атеизма. Именно здесь, в 1991 году, в одном из подсобных помещений обнаружили аккуратно завернутые в рогожку мощи Серафима Саровского. Ни в каких описях и списках музея святые останки не числились. В истории человечества так много тайн, которые невозможно объяснить простыми законами видимого мира. «А преподобный Серафим улыбается нам с икон и благословляет каждого, приходящего к нему. Глядя на его лик, думаешь, и правда, дивен Бог в святых своих». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова